В Саратове 13 официальных прибрежных зон, разрешенных для устройства водных аттракционов. А вот неофициальных мест гораздо больше. Отдыхающие на скорости несутся на надувном банане, рискуя столкнуться со встречным катером или упасть в воду, получив травму. Кто и какую безопасность гарантирует, обещая небывалый экстрим, узнала Юлия Шишкина. Волга, пляж Затон, летний полдень. Катание на надувных таблетках и бананах здесь привычное дело, хотя и незаконное. Через акваторию Затона проходят крупные суда, поэтому легкому катеру сюда вход закрыт. Вы знаете, что в данном районе подобные аттракционы нельзя эксплуатировать? Мы знаем. Как-то поработать охоту летний сезон такой короткий. У нас вообще ИП, мы занимаемся в Ложке и так далее. Сюда как-то просто приехали. Водитель катера Олег людей на таблетке катает третий день. У ГИМСа к нему сразу две претензии. Нахождение в запрещенном районе и эксплуатация незарегистрированного маломерного судна. А вот определить надежность надувной таблетки и соблюдены ли правила безопасности для катающихся сложнее. Для водных аттракционов специальные правила не писаны. Этот вид деятельности не лицензируется, они регистрируются как индивидуальный предприниматель. Мы можем в отношении них применить только кодекс административных правонарушений. Вот в данной ситуации, что мы оформляем сейчас, будет составлен протокол административного правонарушения. Протокол – это на первый раз. За повторное нарушение – штрафы. 300 рублей, максимум 500. Продавец водных развлечений и к штрафу готов, и в безопасности своего катания уверен. Очень внимательно отношусь к этому. У нас никаких травм не было, и я так думаю, что их никогда не будет. Точно так же думали и те, чьи пассажиры все-таки травмировались. По статистике, каждый год во всем мире на водных аттракционах гибнут десятки тысяч людей. В конце июня в Саратовской области 22-летний парень во время медового месяца катался на таблетке и столкнулся с катером. От полученных травм юноша погиб. Каждое лето через одну только шестую городскую больницу Саратова проходит не менее 15 пациентов с травмами после катания на бананах, таблетках и надувных горках. В основном это молодые люди от 18 до 30 лет. На таблетках, бананах, на скоростях в результате удара об воду тоже получают серьезные травмы. Перелом ребер, травма живота, часто бывают и повреждения внутренних органов. Хватит калечить людей, считают саратовские общественники. Пора переводить бизнес водных аттракционов в юридическую плоскость. Запретить не можем, но по-хорошему необходимо, потому что это непредсказуемый аттракцион. Надо вводить официальную регистрацию данных ферма. И самое главное, это страхование ответственности данных предпринимателей. Поскольку человек, даже если пострадает от данных предпринимателей, должен знать, что его убытки будут возмещены. С этой законодательной инициативой региональная общественная палата намерена обратиться в правительство области. А пока пострадавшим от водного экстрима приходится добиваться компенсации в судебном порядке. Так, в Челябинской области суд обязал бизнесмена выплатить травмированному 700 тысяч рублей. Юлия Шишкина, Анастасия Куколева, Максим Пустовалов, Евгений Шеиченко. РЕН-ТВ. Саратов.